Всем привет, дорогие друзья! С вами Феостон и у нас наконец-то в нашем ивенте сказка открылась возможность пройти испытания. Начинаем за мыша. Тигра, лиса, камыша. Так, ну, не знаю, какие-то тут картиночки. И на первый мышка. А, нам, смотрите, нам дадут костюм на рыцаря в виде мыши, да? Отлично, погнали за костюмчиком. Меня тут недавно кто-то в комментариях спрашивал, там, где вот эти карточки, где вот эти костюмы. На самом деле, я посмотрел, у него не хватало именно того, что с ивентов падает. Используйте силу священного источника с умом. Используйте, да, я понял. Это священный источник. А, я могу подхилиться у него? Я могу такое ощущение, как будто... А, я что-то не понял. Я типа ее использую, а она нифига меня не хилит. У меня здоровье не полное, так что я даже не знаю. Может быть, ей недостаточно умен? Просили с умом использовать силу. Так, ладно, нам в любом случае надо туда, наверное, на низ сходить, а огни сбить. В первую очередь. А не толстяка бить толстого. Но здесь, как видите, поначалу мне очень просто, потому что первые испытания, они 50-го уровня. Я все-таки... Я все-таки уже прокачанный, ну а оба у меня почему-то умерла. Но, тем не менее, это конец. Костюмчик мы получили. Дальше будет тяжелее. Как правило, у них самый последний босс. Вот где жесть начинается. По крайней мере, последние два ивента мне было тяжело на последнем боссе. Сейчас у меня хотя бы более-менее один прокачанный герой есть. Это Юджин. И я надеюсь, что в этот раз мне будет проще. А еще я надеюсь, что им в прошлые ивенты столько гундели люди, что типа, мы не можем, это слишком сложно, мы не смогли пройти босса, понизти сложности. Они, наверное, в этом ивенте еще и понизили. Хотя я бы хотел все-таки какой-то челлендж, испытание, чтобы не с первого раза, чтобы помучиться. В этом вся соль. Смотри, не потеряйся. Так, что, лабиринты нас ждут? А, у нас еще и таймер тикает. Так, ну че, а не потеряйся. И тут, главное, еще развилки всякие. Куда он его швыранул? Я думал, он сейчас в пластяка швырнет. Открываем и наверх. Там, наверное, когда я с ней говорила, она, может быть, как-то вела камеру, что показывала, куда нам идти. Ну, вообще, как бы, вверх и вправо. Так что туда и идем. Но тут может по-разному быть. Давайте, ребят, быстрее нам еще с тигром драться. Тигр, это здесь? Здесь вообще никого нет. Мы, кажется, повторяемся, да? Нас обратно откинули, где мы уже были. Но давайте пока что всегда вперед. Это не работает. Это, знаете, может быть, как в том... Сначала, допустим, надо направо. Так, здесь мы еще, по крайней мере, не были, судя по тому, что нам заставляет драться. Давай здесь наверх пойдем. Блин, две минуты осталось. Ай, мы вышли опять к ней. Так, ладно. Она нам сейчас, наверное, надо будет посмотреть. Она, наверное, будет как-то вести камеру, что подскажет нам, как идти. Может, там какие-то признаки есть там? Где-то какие-нибудь кустики растут или еще что-нибудь, что должно нам указывать дорогу. Смотри, не потеряйся, смотри, не потеряйся. Да смотрю, смотрю. Ну ладно, фиг знает. Ну он просто камеру уводит туда наверх и все. А как туда дойти, фиг знает. Ну давай сейчас сначала вверх пойдем. До этого мы вроде сначала шли вправо, если я не ошибаюсь. Давай еще раз вверх. Давайте вообще налево пойдем. Какая разница? Не знаю, разница, наверное, какая-то есть. Вот, смотрите, я сейчас как будто в центре. Мне, наверное, сейчас надо наверх пойти. Я надеюсь. Смотри, не потеряйся. А если я вернусь назад? Так, ладно. Смотри, сейчас мы пойдем тем же маршрутом, которым мы шли. Блин, я не знаю, вверх-вверх, влево. А потом пойдем тупо вниз. И посмотрим, что он на это скажет. О, я пришел к этому тигру. Так, ладно. Надо все-таки эти статуи остановить. Я думал, что времени нету с ними драться. Но время есть. Они все-таки мешаются. Там еще, что ли, какая-то книжка снизу выжила. Эй, давай добивать, ребята. У него... Это... У нас последние секунды тихали. Ну, довольно сложно, знаете. Без хорошей прокачки, без хорошего ДПС будет тяжко, наверное, его успеть одолеть. Ну, с другой стороны, я много сейчас кружил, да. То есть, если там несколько раз пройти, уже точно знать, каким маршрутом быстро добраться до тигра. Наверное, будет проще. Так, ладно, погнали дальше. Испытание феи и озеро. Опять у нас костюм мыша. Только на этот раз для лисички Наря, да? А будет мышонок Наря. Нарешонок. Испытание феи и озеро. О, смотрите, мне какой-то бабл дали. Опасно, когда щит исчезает. Осторожней. Слушайте, если здесь одним героем проходить, я бы лучше, конечно, Юджин проходил. Она у меня более качаная. Ну, ладно, попробуем и так. В принципе, если как бы я пройду своей не особо прокаченной лан, то я буду ближе к народу, если они тоже не прокачены. Эй, вы тут что по кустам еще ше? Ша-ша-ша. На самом деле, минус лан в том, что она не мобильна. Она не может атаковать на ходу. Это очень сильно усложняет многие моменты. Опасно, когда щит исчезает. Опа, щиты сейчас. Верните щит. У меня щита, по-моему, на один уда... А, блин. Я, знаете, я как будто сам хотел поймать эту фигню. Хру, я понял. Опасно, когда щит исчезает. С тобой уже не о чем говорить. Короче, я понял. Мне в этом уровне... Здесь нету жизни, да? Не важно, сколько жизни у вашего героя. Здесь, типа, два выстрела я могу только пропустить. Один в щит уходит, один меня убивает сразу на повал. Такая тема. И я решил взять более мобильного героя, который хотя бы может на ходу стрелять, чтобы там я мог уворачиваться, все дела. Короче, это будет повеселее, чем... Чем... Чем за лан? Опа, пропустил. А, да блин. Ты никогда не ожидаешь, с какой стороны пролетит. Хлоп тебе в спину. Надо, может быть, больше бегать, меньше... Ну, как бы так. Пробежался, стрельнул, пробежался, стрельнул. А не так, что ты медленно ползешь и стреляешь. Так будет безопаснее, я думаю. Хотя вот так, когда ты точно знаешь, с какой стороны не прилетит тебе выстрел, можно как бы двигаться вот туда, по краю стеночки. Тогда ты точно знаешь, если в тебя стрельнут, то ты увернешься. По краю, короче, надо ходить, карты. Там, где ты знаешь, что никого нет. Да блин, чё я творю? Что я творю? Что я творю? Ещё? Ещё, 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 ребята. Надо срочно... Да что ж ты будешь делать? Да, они издеваются над нами, но ладно. Это как бы... Это дело можно побороть. Нужно просто определённое количество попыток. Определённая реакция. Я ещё, блин, не выспавшийся. Откуда у меня реакция? Только проснулся. Сразу снимать. Испытания открылись. Ура! Вот этого убей, чтобы он мне тут не мешался в углу. Блин, я не успел. Фигово, что я щит потерял. Так, я... Ну, ты себя чувствуешь намного спокойнее, когда у тебя есть щит. Они, блин, как на пёрске тут. Брым-брым-брым-брым-брым-брым-брык-скок. Надо верхнюю огонёк останавливать срочно. О, тут ещё тигра. Тигра? Он два раза прыгает. Негодяй. Я такой думаю, отлично, я уворачиваюсь. А я нифига не уворачиваюсь. Мне надо вообще, когда ты видишь, что тигр заряжается, куда-то убегаешь примерно на другой конец света от тигра. Потому что он, блин, быстрый. Он ещё два раза прыг-скок. Так, знаете, что надо? Надо, короче, бабл сейчас не потерять на вторых ребятах. Да ё-моё, фиг ты там. Я надеялся успеть быстренько своей ультой убить до того, как пойдут эти монетки. Так, ребят, ну что, мучаюсь, я даже не знаю, чё, как делать-то. Вырезать неудачные попытки, а не так пустить всё вместе. Это же, знаете, вот как бы вот это испытание, это не о том, что там, как бы, ладно, видео не имеет ценности особой, скажем так. Отличное начало, я считаю. Уже сразу слил бабл. Ну, и о том, что одно дело, когда ты проходишь какие-то загадки, и тогда твоё видео, как бы, люди смотрят, чтобы понять, как пройти загадку. Здесь, как бы, никаких загадок нет. Здесь просто у тебя либо есть руки, либо их, как у меня, нет. И, как бы, если я такое пройду, вам, ну, там, сразу сходу, вам это ничем не поможет. Вам, ну, как бы, каждому надо проходить по-своему, просто тут главное не попадаться. И всё. Нет, 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 нет. Да, ё-моё, словил. Чё, где вы там есть? Я по стеночке хожу, я боюсь, как бы, это, в центр передвигаться. По стеночке безопаснее, по-моему. Да ё-моё, тигры, отстаньте. Вот эту фигню остановите, кто-нибудь. Да что ж ты будешь делать? Фух, знаете, что мне кажется главное? Главное не потерять бабл во второй комнате. Ну, в первый и подавно. Тогда в третий у нас будет больше шансов. Хотя бы будет один шанс на ошибку. Да. Я думаю, знаете, ещё ульта. Как только начинается вторая комната... Как только начнётся вторая комната, я сразу ближайшего... Так, я даже сейчас бить не буду, чтобы у меня откатился скилл. Ближайшего малыша сразу скиллом убиваю. Вот так вот. Мне теперь проще будет. У меня... Сразу минус один враг, который мог бы меня, да, там подстрелить. Скажем так. Вот уже полегче, кажется. Потом надо будет сейчас, наверное, сразу статую вот эту... Одну снести скиллом. Уже проще, да? Ё-моё, он... О, он меня достал, но он... Он меня достал, но не убил, хотел сказать я. Потому что охота как-то сразу эти статуи вынести, да? Чтобы потом с тиграми можно было мансить и не опасаться. Но, по крайней мере, мы уже какую-то тактику выработали, да? Которая, в принципе, помогает. Осталось решить, что там с этой третьей комнатой делать. Так, всё, ждём отката скилла. Сейчас для второй комнаты. Пока не откатится вот этого парня, убивать не надо. Пошёл нафиг. Да ё-моё. Сам дурак, да? Конечно. Так, скилл, в принципе... Их там двое ещё. Так, сейчас, хорошо. Вряд всех. Ой, погоди, не убивай. Ждём отката скилла. Ждём отката скилла. Вот такие дела. Чтоб сейчас сразу вынести. Ах ты, негодяй, отпрыгнул. Ну, ладно. Чёрт с вами, товарищи. Итак, справимся. Главное, по стеночке, по стеночке. И нам ничего не угрожает. И находимся в постоянном движении. Не идём с врагом на сближение. Находимся в постоянном движении. Вот наши лозунги будут. Так, сейчас сразу, как его убиваем, ближе к статуе. Всё нафиг. Одна в минус пошла. Тигры сейчас прыгать. Погоди. Ух. Я надеялся, знаете, как-то за огоньком, как за табуреткой спрятаться. Надо было, короче, бегать, бегать, бегать. Эта музыка умиротворяет меня. После нескольких неудачных попыток. Так хочется покоя и умиротворения. Вот сейчас просто бегаю по кругу, пока тигры там что-нибудь свои скиллы. Всё, вы заюзали? Нет, там один вон прыгать собирается. Моя моя. Сам я на этот лазер попался. Ё-моё, вы скачете. Знаете, напёрстки мне напоминают. Так, всё, маленько бегаем. Сейчас тигры. Нифига себе вы носитесь. Умалишённые. Ладно, тут сразу погнали. Сейчас он сперва отпрыгнет, да, потом скиллы используем. Здесь все монетки заявидели и всё, спокойно убиваем оставшихся ребят. Можно даже туда вдаль. Хотя зря, 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 конечно. Я же сейчас на огонёк должен был эти скиллы приберечь. Как я теперь против двух огней, да ещё тигры тут кругом носятся. Зря, зря, всё было зря. Надо вообще, наверное, пробовать на первый огонь сразу и тигра какого-то поймать. И, короче... Может быть, знаете, за первую статую становиться, прям вниз карты. И сквозь неё наверх, чтобы летели снаряды. Может, они даже верхнюю башню заденут, если, я не знаю, дистанции хватит. И тигров каких-нибудь сыпанёт. Как-то так мы сейчас попробуем. Так, ладно, попробуем. Попробуем, потом скажем, что вышло. Так, ты, парень, отпрыгиваешь. Тебе это не помогает. Сейчас монетки полетят. Ой, не, не. Плохая позиция. Плохую позицию надо сразу менять. Если ты успел в жизни такую занять. Ё-моё, опять плохая позиция. Всё, ребята. Когда это, они тут чуть не устроили мне план капкана. Соски в тиски. Вот это, видели это окружение. Йоу. Так, блин. Я, 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 погодите, я не успеваю. Вот так я хотел. Смотрите, я тигров расстреливаю. Нормально. Тигры нафиг. Чё, там ещё жива, да, эта фигня? Они сейчас бегать будут. Да, ну, ё-моё, так неплохо всё начиналось. Я думал, я сейчас убью тигров. Просто ещё статуи не успеет. Откатиться, как я их уничтожу. Но вообще план вот с этот, вот с тем, чтобы зайти за статую, да, он вроде сама по себе идея неплохая. Она вроде даёт результат. И там сразу мы ещё одного тигра угробили. Отлично. Если бы сходу поймали бы больше тигров, ещё бы лучше было. Умри. Пожалуйста. Ты можешь умереть. Я прошу тебя. Так, плохая позиция. Так, ладно, уже наша позиция улучшается. Давай. Только всё то же самое, только вот так. Там один тигр уже заряжался. Давай вот это уничтожь. Всё, у нас нету статуи. У нас... Сейчас прыжки будут, тигрины. Даём, а ещё ты? Они мне щит убрали. Но в принципе они всё. Драли-вали, кошки драли. Кошки наши ум... Ооо, тут ещё один уровень есть. Я не знаю, чего ждать от этого уровня. Просто буду фигачить скиллами и надеяться, что мы выживем. Ой-ёй-ёй. Я потому что не хочу опять сейчас всё заново. Просто даже не глядя туда. Стреляю по кому-нибудь да попаду. По кому-нибудь да попаду. Так, слишком близко. Слишком опасно. Так, отлично. Они сейчас... Ой-ёй-ёй, сейчас опасно было. Давай, вы там оба внизу. Надеюсь. Опа. Вот это сейчас страшно было. Давай. Неплохо двоих прошибало, мне кажется, сейчас. У них почти не осталось хп. У меня, правда, тоже надо это иметь в виду. То есть, что ты сразу один раз и ты всё. Ни единого права на ошибку у меня нет. Всё, ребята. Фух, спасибо вам. Спасибо, что там дальше ещё ничего не было, когда ты такой хлоп и отлетаешь. Это как, знаете, как я проходил когда-то там. Сороковой уровень Хевенхолда. Ты сначала первых двух монстров мучаешь. А потом такой, понимаешь, нифига себе, там ещё третий монстр был. Ты такой, да вы издеваетесь. Но я недавно, кстати, прошёл эту сороковую башню Хевенхолда. И знаете, что я вам скажу? Я уже первых двух монстров просто проходил, я их не замечал. Вот с третьим там парился. Ну, там с Маринкой. Ну что, ребята, у нас в финалите. Последний босс, он трудный самый. Я думаю, тут мы сейчас сразу вернёмся. Наверное, вот так. Можно, в принципе, и вот так. Но давай попробуем по-разному. Давайте попробуем вот так начать. Так как закончим, неизвестно. Девятихвостый лис. Что ты скажешь, Наре? Остановить берсерка Гарама. Наверное, знаете, как вот до этого во всех ивентах было? Сейчас будет два Гарама. Сперва неуязвимые к ближним атакам, потом неуязвимые к дальним. Надо было брать Юджин, она самая клёвая. Она может и вблизи бить, и вдали. Какую надо атаку. Такую мы вам, типа, и устроим. Смотрите, за него ещё обычные лисички сражаются. Давайте этих обычных лисичек выведем из строя, чтобы они не мешались. Потом уже всё остальное. В принципе, как бы мне урона не так, чтобы много. Я даже тут, ну, неплохо танкую, стою. Меня не сильно напрягает. Хотя у него, смотрите, у него эти лисички опять появляются. Я даже не знаю, то ли босса целить в первую очередь. Может, эти лисички до бесконечности будут появляться. Ё-моё. А вот это уже больно было. Юджин, конечно, у меня живёт. Прямо это и здравствует. Вы знаете, что я думаю? Не, я сейчас попробую ещё раз. Потом, наверное, попробую на Юджин. Но я сейчас попробую в первую очередь вообще забить на этих лисичек, которые бегают. В первую очередь пытаться просто максимально ДПС в босса влить. А на этих мелких не обращать внимания. Потом попробуем иначе. Ну, типа того. Сейчас попробуем чисто на босса. Ну, конечно, стрейфиться всё равно надо. Потому что если ты не увернулся, то как бы... Поначалу это может быть не так страшно. Тебя, если что, хилерша хильнет. Но у неё хил... Это ограничено количество хилов. Поэтому она сначала-то вас будет вытаскивать, всю вашу тиму. А потом уже нет. Поэтому каждый раз, когда ты уворачиваешься, ты экономишь хилы. Хватит тут прыгать. Вот так. Поймали его на серию атак. И подольше держим, встань. Вот основа благополучия. Так, чё тут за перекрестье? Выглядит не очень красиво. И ещё бомбашит. Фига себе он чё устроил. Это он на лоу хп, да? Ладно, я был к этому не готов. Я был к этому не готов, и я зажал себя в угол. Там негде особо было уворачиваться. Ну, это он уже под конец. Он там уже израненный. В принципе, да, мы его добьём. Ничего такого. Как бы нету такой безнадёги. Если это, конечно, только не первый из двух лисов, а там ещё дальше потом другой будет, ну, чё-нибудь, тогда да. Я ещё не обращал внимания. У него щитки-то есть какие-нибудь? У него нету, как у предыдущих боссов, щитков-то, которые там защищают от ближних атак или, ну, делают прям иммунитет. Сейчас как можно дольше держим его встанин, где-то на единичке. Запускаем новый скилл, чтобы он не успел какую-то атаку запустить. Вот видите, успел. Я опоздал. Ну, как бы не совсем опоздал, но он успел портануться. Самое главное, что когда ты запускаешь цепь навыков, вот сейчас будет некрасиво, да? Сейчас эти огни куда-то полетят. Ты его так долго держишь в этой цепи навыков, что у тебя успевает даже это, откатиться твоя вот эта, ну, как бы, твой скилл. Все, сейчас он начнет свою эту, светошоу. Я так понимаю. Вот это вот, да? Так, ну надо где-то ближе к центру. Блин, я опять себя в угол зажал. Да что ты будешь? Тут, наверное, как не начнешь, в любом случае в угол попадешь. Все. Я что, не попал по нему своим скиллом, да? Не попал все-таки. Пожалуйста. Вот так. Под хилл пошел. И добьем? Нет. Не охота, если честно, на Юджин. Она у меня по прокачести. Ну ладно. Я не знаю, как вот с этими перекрестничными лучами, может быть, в центр прям идти, в центре их словить, а потом уже куда-то отходить, чтобы точно у тебя было поле для маневра. На Юджин цифры, яichteю достоинства. Это непmensанное количество. Это непmensанное что-то какое-то такое. В этот раз я маленько поторопился, не слишком долго его в ста не держал. Хватит тут прыгать, волк позорный. Мне вообще, по идее, гарам должен добрым стать в итоге, но я не знаю, такое у меня ощущение. Он же типа ну поначалу такой позитивный товарищ, который просто сбился, разозлился, но он должен быть в итоге добрым. Давайте его добивать, ребят, у него нифига хп нету, а у нас все отлично у нашей команды. Вообще, надо встать к нему близко и сбить ему эту атаку и все, делов-то. Можно даже специально навык приберегать вот на этот момент, чтобы ему сбить этот скилл гадкий. Ну вот так вот, ребята, и что, это все похоже, конец нашего ивента. Это была карта раскаившегося девятихоста, да? Так она называлась. Ну типа мы его не убили, просто мы с ним поборолись, и он такой. Ну да, да, понимаю, раскаялся. Как знаете, как в детстве, тебя заставляли извиниться, ну не потому, что ты считал, что ты неправ, а потому что, ну потому что иначе хуже будет, лучше извиниться. С силой не поспоришь, типа того. Вот здесь то же самое. Он типа раскаялся, но он раскаялся только после того, как его побили. В десятером, и он такой, ну да, да, ладно, раскаиваюсь. Ну да, да, ладно, ребятки. На этом у нас ивент закончен. Можем тут собрать награды за выполненные миссии ивента. Кристаллы героя, золото. Ну, главное, да, кристалликов насыпали, уже приятно. Уже что-то. А в следующем ивенте, ребята, я выкладывал видео о том, что нас ждет в целом в следующем обновлении. Там появится новый герой, там появится новая глава, там появится новый ивент, там появятся новые костюмы. И много всего это смотрите отдельно в видео. Я, наверное, в описании его еще, ну как бы в комментариях закреплю ссылку. Но там, вот именно в награде за прохождение ивента будут прямо сыпать алмазами. И больше 6000 алмазов насыпят, так что ждем. А у меня на этом все. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья.